Всех приветствую, друзья. Сегодня у меня такой вот HTC. Тач не работает. Видите, да, удар. Вот. Модель HTC A5, по-моему, поставил на зарядку. Кодовое название телефона OP9C200. На прошлой неделе буквально ремонтировал этот телефон, менял гнездо зарядки. Девочки остались довольны и расхерачили стекло. Принесли опять. За стекло придётся заплатить, точнее за дисплейный модуль ещё 80 евро. Гнездо я им сделал за 10. Дисплейный модуль будет, конечно, подороже. Вот. Давайте разберём смартфон. Desire 816, по-моему, он также нумеруется как... Не знаю, зачем столько названий делать телефоном. Итак, сразу говорю, крышку уже открывали, то есть я открывал её. Вот она у нас на двустороннем скотче, помимо тех защёлок, которые я сейчас отщёлкиваю. Помимо этого, она ещё на двустороннем скотче, который я в прошлый раз срезал. Поэтому так легко вы её не откройте, как сейчас это делали. Сейчас я вам покажу. Вот видите, да? Здесь, здесь и внизу. Здесь прихвачена батарея из двух сторон. Ну и здесь. То есть, прежде чем отрыть крышку, вам придётся... Лучше прогреть, конечно, на сепараторе. Поставьте градусов 80, положите вот так вот. Затем смело можно снимать. Итак, заглушка сим-карты и карты памяти. Приступаем к разборке телефона. Я разбирал только вот эту часть нижнюю. Здесь находится гнездо зарядки. Не стал я записывать видео. Туда идёт обычное гнездо, по-моему, от Huawei 510-го я ставил. Прекрасно работает, подходит. После небольшой модернизации, потому что родное гнездо не нашёл. Да и нет смысла искать его. Можно заменить. Похожим полно гнездо зарядки сейчас можно. Итак, сняли винты. Четыре винта. Отвёртка Т5. Дальше, я подозреваю, нам нужно снять вот эту пластиковую рамку. Заодно и антенный модуль Wi-Fi Bluetooth. Вот она, вижу, она в защёлках стоит. Давайте снимем батарею. по избежанию короткого замыкания. Случайного, не случайного. Итак, снимаем верхнюю рамку. Вот она, видите. Смотрим, что у нас здесь куда соединяется. Я тут ни разу не разбирал. Не менял, точнее дисплейный модуль. Вот у нас разъёмы. То есть они идут отсюда, снизу. Разъём тачскрина. Разъём дисплея. Разъём дисплея. То есть они идут снизу. Они соединяются. Один сюда, судя по всему. Да, сюда соединяется. Вон возле гнезда зарядки. Есть разъём. И этот разъём у нас идёт на материнскую пату. То есть нам нужно снять материнку, батарею. Короче, нужно снимать всё. Снимаем винта нижних. Антенный модуль. Аккуратно отстёгиваем. Батарея насколько сильно приклеена. Надо ли её греть? Я думаю, что нет. Аккуратно отстёгиваем батарею. Не сильно была приклеена. Смотрим. Неволено звонит, как обычно. Вот он разъём. И нижний у нас пристёгивается вот здесь. Так, это у нас разъём длинный, это у нас разъём тачскрина и нижний разъём дисплея. Итак, подсоединяем как серверный кабель. Нижний шлейф. Два винтика гнезда зарядки. Аккуратно. Здесь вот находятся позаи, видите, да? подсоединяем. Снимаем нижнюю, нижнюю, нижнюю антенну модуль. Смотрим, как и куда пристёгивается разъём дисплея. Разъём дисплея пристёгивается к шлейфу основному, вот он. Поближе сниму. Так. Освобождаем разъём от скотча. Аккуратно. Вот она, это самая конструкция. Ну вот наш, наш разъём. Тут самый разъём дисплея. Вот. Итак, освободили системную палку. Пока не сняли. Вот он, находится разъём внизу под системной платой. Разбираем системную плату. Снимаем коэксельный кабель. Так. Здесь у нас системка прикручена винтиками. Вот один. И больше не вижу. Аккуратно приподнимаем её. Вот защёлки. Одна, вторая. Так. Виброзвонок. Не будем отклеивать. Отстегнём его. Не пойму. Ага. Внутренний разъём. Я подумал, что разъём идёт сверху. Отстёгиваем виброзвонок. Переворачиваем системную плату. Здесь находится разъём тачскрина. Вот он. Заклеен термопластиком. Отстёгиваем его. Отсоединяем. Так. Ну, системную плату пока тоже можно отсоединить. Давайте её отстегнём от основного шлейфа. Уберём в сторону. Обратите внимание, как проходит шлейф тачскрина. Вот. Я вам показываю. Видите, да? Под рамкой. В отверстие. Также нам его нужно будет и вставить. В общем-то всё. Можно приступать к нагреву. Так. Я, наверное, поставлю на сепаратор. Ставлю на паузу. Все уже видели. Сепаратор. Так. Время пошло. Сто градусов я выставил. Вот. Порядка пяти минут будет нагреваться. После этого продолжим снимать. Я пока проклею дисплейный модуль, периметр дисплейного модуля новым скотчем. Вот. и после этого продолжим съёмку. И так, друзья, пошёл 101 градус. Вырубаем сепаратор. Аккуратно берём дисплей, потому что он горячий. И так. Можно всё это дело нагреть и термофеном в отсутствие сепаратора. Просто сепаратором всё это намного удобнее. и нагрев происходит равномерный. Аккуратно отсоединяем двусторонний скотч от стекла вверху. Очень тонкий у меня инструмент, наточенный под лезвие, поэтому делать это не сложно. Приобретайте хорошие инструменты, чтобы было удобно, качественно работать с ними. Половину срезали. Далее. Посыпая тизли. Аккуратонок? Quick. Раз. ? Посыпeller. Программа importante. Просто хорошие музыкальстики, которые хотели housing домаrat. Низ прогреем термофеном дополнительно. Аккуратно отсоединяем. Нижняя часть дисплейного модуля, точнее дисплея осталась на рамке. Если вы обратили внимание, я снимаю дисплейный модуль с сохранением целостности дисплея. Потому что стекло на нем можно заменить, заказать. Убираем в сторону. Смотрим. Прыгает резкость. Удаляем скотч двусторонняя. С периметра. Прыгает резкость. Прыгает резкость. Прыгает резкость. Прыгает резкость. Дисплейный модуль я уже проклеил. Вот. Сейчас просто приставим, проверим, как он будет лежать в рамке. Нужно ли его проклеить еще раз, то есть двойным скотчем или нет. Кстати, я его еще и не проверил. Возможно, что он еще и не рабочий. Давайте посмотрим. Включаем. Возьмем тачскрина. Основной шлейф, где находятся выводы дисплея. Включаем батарею. Так, какая у нас кнопка включения. Там была верхняя. Загорелся дисплей, как видите. Сейчас проверим тач. Загорелся дисплей. То есть, заработал. Графический ключ, девочку, не знаем. Можем проверить. Кнопки. В общем-то, все в порядке. Можно менять. Сейчас-то как-то сомнительно работает. Вроде бы и работает. Ну, что-то с какими-то пропусками, что ли. Не пойму. Кнопки все работают. Итак, будем надеяться, что все в порядке. Хотя какие-то сомнения у меня остались. Давайте выключим смартфон. Заменим дисплей. Дисплейный модуль. К сожалению, другого у нас нет. Если будут какие-то нарекания, придется заменить еще раз. Итак, отключаем. Дисплейный модуль. Посадку мы проверили. Я думаю, одного слоя будет достаточно. Еще раз вставляем. Да, все нормально легло. Нет зазоров. Ничего. Вставляем тачскрин. Застегиваем дисплей сразу. Не знаю, как со светом лучше. Нет. Вставляем нижний модуль. Вставляем нижний модуль. Сразу его закрутим. как металлической заглушкой. Закручивается она двумя тонкими винтами. Основной шлейф застёгиваем. Так, смотрим, что у нас дальше. Пазы. Проследите за тем, что всё было под пазами. Коаксиальный кабель пристёляем. Антенна-модуль. Я думаю, можно закручивать уже. Закручиваем два винта отверткой Т5, которые мы откручивали вначале. Далее устанавливаем системную плату, застёгиваем основной шлейф. Далее разъём тачскрина. Укладываем системную плату. Так, смотрим, здесь у нас были пазы. Вот они. Вот здесь ещё один вот этот вот. Застегнули. Клик есть. Вставляем аккуратно разъём виброзвонка. Ещё. Батарея. Так, два, три, четыре. Вот он вот этот винтик. Не забудьте прикрутить винтик. Один винтик был прикручен в системной плате, к каркасу. И далее уже одеваем верхнюю рамку с модулями антенны Wi-Fi, GPS, Bluetooth. Заглушку поставьте вот эту вот, под которой находится слой сим-карты, карты памяти. Закручиваем в четыре винтика. Включаем смартфон. Заглушка. И ставим крышку. Теперь намного лучше, чувствительнее всё работает. Бывает такое, кстати, что при не установленном дисплейном модуле Touch работает немного хуже. Всё отлично. Можно поднажать немного. Пройтись по периметру. Итак, друзья, всем спасибо за внимание. Только что мы поменяли дисплейный модуль на огромном HTC. Desire 816 или HTC A5. Либо кому нравится HTC, там кодовое название у него длинное. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал. Цена замены, если я говорил, уже 80 евро данного дисплейного модуля. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. Редактор субтитров Н.Апсихов Продолжение следует...